Всем привет, с вами Texas, и это хайлайты матча Liquid и Virtus.pro. Данный матч играется за выход в гранд-финал Эпицентра. Кстати, впервые вышли в ВП в топ-3. Было бы неплохо впервые выйти в гранд-финал Эпицентра. Но для этого нужно одолеть жидких коней. Ну что, погнали. Поджимают Майн Контроллова, пока он мансит. У него есть Тангус, у него есть топор. Два щитка, кстати, также у него есть. Весьма интересный билл получился. Нужен эршок от Роджера. И Роджер казнил Майн Контролла. Очень странно он вышел, но, тем не менее, падает. Здесь и сам Роджер. Пошел в размер под Джашу. Рамзес себе забирает фраг. И это, в принципе, момент в плюс для команды Virtus.pro. Снова по хпшке. Небольшие проблемы у Майн Контролла. Но, благо, Кроки на обороне. Хотя нет, секундочку, выход в спин пошел еще и от Роджера. Подкоп, Соло на месте. Падает Майн Контрол. Видно, Кроки его провожают. Есть такие увесистые удары от Рамзеса. Кроки очень биты. И буквально еще два залпа нужно ТБшкам, чтобы добить этого парня. Но, как мы видим, Кура пока улетает. Но прямиком в лапы к Роджеру. Да, там был Варт. Инсвелл пошел. Но это не помогает. Даблкил для Рамзеса готов. При этом падает Бэтрайдер. Ну и контроль по баунтирунам. Тоже весьма важный момент на текущей минуте. Здесь баунти пока не подбирают. Ну и на топе у нас баунти. Пока взяли по одной. А в это время падает еще и GH. Как я вижу, Рубик умирает около Шрайна оппонента. Ой, своего, конечно же, Шрайна он умирает. При этом на топе сразу пошел выход в сторону Майн Контрола. Есть у нас неплохой подкоп. Роджер Монтит уходит с песочка. Все-таки слишком больно там стоять. Еще и проблемы по ХП условия. Все-таки Майн Контрола не пробит. Слишком ужирный Сэн Кинг. Третий песок. И суппорты с ним не справляются. Вышка пала у коллектива Ликвид. При этом у нас там есть по центру сражения. Подкоп пошел. Есть двойной Фантом. Неплохой ультимейт. И отлично. И залетает здесь у нас ультимативный от Рамзеса. Очень классно себе он ХП вернул через ультимативную. При этом провожает еще и Виху. Там уже падает Джарш. И есть рассказ от Майн Контрола. Виха. Инсвел сработал, но поздновато. Но Вана не подспил. Но Ван врывается в бой. И в Блэдмейле своем готов дамажить. Но правда в Блэдмейле его не бьют. Есть один нюанс. Там у нас падает Майн Контрол. Но Ван минус. И знаете, файт в принципе не самый успешный. Получается потому, что Миркл еще убивает и господина Шадоу Шамана. Попытки Рошана задефать от коллектива Ликви. Это Рошан упал там совсем чутка. И въезжает уже здесь в Иртус Проба. Мальный Миркл. Миркл больно. Миркл избивает. Миркл падает первый раз. У него есть байбек. Он выкупается. Также выкупается еще и Соло. Падает потихоньку Майн Контрол. Майн Контрол сейчас умрет. Но там был минус неплохой в сферу от Миркл. А при этом байбека нет. Если что, у Майн Контрола проблема у Рамзеса по хпшке. Но у него есть Сандр. У него также есть еще и Сатаник. Можно въезжать. Можно воевать. Пошел ДПС. Да, работает сфера. Но все-таки Магнетифилд не так сильно помогает, как хотелось бы команде Ликвид. Трипл килл. Готов для Рамзеса. Виху видно. Виха, иди сюда, родной. Замедление пошло. Рамзес наваливает. Там пошел Сыр. И туда еще и Хекс нажигают. Сбивает рефракшн. Есть Шеклз. И Виха отправляется в таверну. Трипл. Ой, ультра килл уже. Для Рамзеса готов. Нужен еще один. И будет рэмпажечка. Куру поймать. Куру убить. Подъезжает Рамзик. И это рэмпэдж. Вот он рэмпэдж. В финале нижней сетки на эпицентре. Очень хорошо. Хотя, проблема по хпшке у коллектива ВП. Им нужно отойти. Главное, чтобы все вышли. И тогда это будет чуть ли не идеальный файт. Но там съезжает Виха. Виха финиширует. Все-таки здесь. Ноу ван. Ноу ван. Байбайк. Не, касты убьют Рамзеса. Там уже был Сандер. Сатаник, если что. Не в кулдауне. Пошел ДПС. Как же наваливает Рамзеса. Боже мой. Вот это рейдбосс. Телепорт. Неужели уйдет? Да, он отступает с телепорта. Попытки от Virtus Pro. Зайти на базу к Ликвидам. При этом, ну, не самый. Все-таки такой приятный заход. Слишком уж мало они ведут. Но, благо, есть Аегис. У Рамзеса, что круто. И лассо пошло. Куроки увезли. Наваливает Рамзес. Так, добить этого парня. Убили хорошо. Он без байбэка. Так, а что еще по байбэкам у коллектива? Ликвид не хватает. 500 голды для Гримстроука. Ну, и 13 секунд для Вихи. Не хватает. Подспели Рамзеса. Спасают его тиммейты. Нужен Сандер. Сандер пошел на фу хп по майн-контролу. Но там моментально все это хп снимают. Но, благо, есть Сатаник. Также есть Аегис. Падает здесь на Уан. Ай-яй-яй. Да ладно. Как его убили. Бедный Эмбер Спирит. Ну, и теперь Рамзес теряет свой Аегис. И напомню. У него огромный стрик. 14-1-9. У него гадлайк стрик. И его, видимо, будут сбивать. Сейчас, да. Рамзес отправляется в таверну. Его тут не подсейвить. Видно. Там еще и пашуют. Также видно Соло. За ними должны выезжать. Пингуют. Парни. Да, трево пошла. Въезжает Соло. Удар. Карбаш в лицо. Ну, и, в принципе, Соло в таверну. Без байбека. Да ладно. ВП этим файтом просто себе фактически игру проиграли. Хотя, возможно, игру они тут и проиграли. Лассо. Пытается увезти Виху. Виху не дали. Везли. До убийства. Ну, и там у нас без байбека. Напомню. Отдыхает на Уан. Байбек есть лишь у Бэтрайдера. Он умирает и выкупается. Бьют Рамзес. А Рамзес. Это главная боевая мощь команды. Без него вообще никуда. Слишком уж слабый вышел Амбер Спирит. Но и вилд у него такой. Не самый боевой. Не самый лучший получился. 4-5-13. Блэдмейл. Блэкенбар. Мьёльнир. Гудгейл. Блэйл. Блэй. Первую карту ВП проиграли. Эх, очень жаль. Начинает Виртус Пром с поражением. Ну, теперь как бы путь в первый в истории гранд-финал для Виртус Пром на Эпицентре стал ещё сложнее. Нужно брать две подряд против коллектива Ликвид. Ну что, в тройк картам уже прямо сейчас. Ну а перед этим напоминаю, что проходит Фэнзи Лига. Сегодня последний день принятия участия в этой лиге. Призвай фонд 10 тысяч долларов. Ссылочка в закреплённом комментарии. Переходи, участвуй, поддерживай канал и смотри хайлайты. Ну что, карта номер два и Нага. Сирена Лас Пиком для Виртус Пром Рамзес. Будет исполнять. Ну и нужно, чтобы в этом матче заиграл Ноуан. На первой карте его не хватило. Опа, Спирит Брейкер подъезжает в центр Завиха. И пока 4-2 ведут Липпит по... Счёту и Нетворсу под коп. Ой, как хорошо копает Майн Контрол. Боже ты мой, это было великолепно. Ноуан в таверну. И в таверну в первый раз. Ой, проблемы по хпшке там на топе. У Рамзеса его почти убили. Джаш недалеко. О, Майн Контрол копает, это минус. Уже по Рамзесу. Есть такси эмо Джаша. Он сражается. Соло его не добивает. Есть щены, но благо был на месте Ноуан. Въезжает ДПС пока по Роджеру. Проблемы небольшие. У Шадоу Демона. Но пока жить он будет. Пытается кайтить. При этом выезжает Кроки. Спэнтон. Так, под коп пошёл. Очень битый Виха. Виха умирает на работе. Ну и Майн Контрол кастует свой Эпицентр. Кстати, Эпицентр в пенале нижней сетки Эпицентра. Это неплохо. Вкатил сюда ещё один раз соло. И у нас победа в фате для команды Виртус Прок. Уроки они тут тоже будут убивать. Ну, нормально. Подзаботали и даже камбэкнули по Нетфорсу. И всё почти ушло в ноль. При этом даже подъезжает в центр. А здесь выезжает за кем? За Мираклом. Убить Вивера. Вот это будет прям максимально приятно. Дайвя. Дальше Виртус Прок. Поймали Джаш. Джаша начинает дамажить. Есть Варлус Панч. От Тускара. Умирает соло. Миракл подрезал. Выезжает за Ноу Ваном. Ноу Ван душит Джаша. Джаша он поддушил. Убил. Хорошо. Мана есть. Нет, Мана нет на прыжок. И его провожает Миракл. Миракл его будет уничтожать. Минус Ноу Ван. Дабл килл для Миракла. Выход от Виртус Про в Смаках. Пошел на ХГшку Соло. Соло. Въезжает уже на чаржер. Виху. Виху подцепили. Окей. Он без блокинбара. Лассо пошло. Хорошо подцепили. Но там есть подсейв от тиммейтов. Ну и Ликвид начинает уносить ДПС. Как же было больно. Просто разорвало Ноу Ван. Убивают Пашу. Станут. Кентавров. Пошел. Виха горит. Но не умирает. Куроки спасает. Ходов гада. Минус 4 героя у команды Виртус Про. Естественно. Вышку. Даже без этого. Виху подцепили. Но Виха, если что, с Аегисом. Снова пошел. Куда? Снова пошел. В Крипо. Виха теряет свой Аегис. Вот. Почти. Вот сейчас. Бара не докатится. Ладно. Я рановато. Я похоронил Аегис. Вихи. Пошел ДПС. Есть дезрапшин. Въезжает Бара. Никакой страйк. Вот. Минус Аегис. Готов. Склепает. Кентавр. Как же неприятно. Минус готов. Уже по Рамзесу падает. Видимо, еще и Паша. Да. Паша падает прямиком в свой день рождения. Кстати. Да. Напомню. Сегодня день рождения у Паши. Ему 27. И. Вероятно. Этот. День рождения. Будет с поражением на эпицентре. Стоп. Три на эпицентре. Потому что пока дела обстоят. Уж очень плачевно. Да. Камбэк Израиль. Бывает всякое. С нагой можно. Камбэкать. Но. Сложно. Как же сложно. Ой. По центру. Куро. Там окружают. Выход зашел от Рамзеса. Лассо. Прям поймали Куроки. Вот это, конечно, они его тут подхейтили. Это было очень агрессивно. Очень много дэмоджа. При этом уже поплатились двумя смертями. Избивает Нома на прыжок. А где твой Риминан? Да его не было. Он его вкастовал просто вблизь. И это минус 3. Героя в размин лишь на 2 Куроки. Паша. Телепорт. Уходи, Паша. Ну за что? Он же именинник сегодня. Миракл. За что ты так с ним? Ой. Рамзеса подловить. Все-таки здесь смогли въезжать. Тембр на подсевы. Там, кстати, пошел минус уже по Наге. Нага выкупается. Гадлайк для Миракла. Вырезают команду Вертус Про. Байбеков больше не осталось без. Получается, что у Демона нужно сражаться без Роджера. Без четверочки. Чины. Так, прыжок у Тембра. Пытается дамажить. Соло вкатился. Поймал пока на себя жучка-паучка. Нагрызает там нас в арме. Есть лососирование по Вихе. Но Виху не убили. Виха без Эгиса. Ну и Виха будет умирать. Да, хотя бы так. Хоть какой-то фраг готов. Кстати, хватает на Байбек уже Роджеру. Он выкупается. Есть у нас минус по Рамзесу. Ой-ой-ой. Он падает без Байбека. Минус Роджер после Байбека. Как втроем сражаться. А Темпларка вкупается. А Темпларка возвращается. Поймали соло. Соло. До свидания. Ну, это конечное. Ну, два героя живо. Окей. Ну, а что они сделают? Шансов нет. Ждем заветные две буквы. Прыжки от Эмбера провожают его на базу. Гуд гейм, Веллплей. Первое. И вторая карта за командой Ликвид. Ну и Ликвид вышли в гранд-финал. В четвертый для себя гранд-финал на Эпицентре. Кто будет чемпионом? Либо Ликвид, либо Вичи Гейминг. Пиши в комментарии свой прогноз. Ну и не забывай использовать ссылочку в закрепленном комментарии. Для того, чтобы свой прогноз подкрепить победой. Увы и ах. ВП снова не смогли. Но, тем не менее, топ-3 уже неплохо. Как для Эпицентра. На прошлых Эпицентрах они играли в разы хуже. Не забывай прожимать палец вверх. Подписку, колокольчик. С вами был Тексас. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok